Нина Мельничук попала в больницу с подозрением на микроинсульт. Женщине 47 лет. Она говорит, предполагаемая причина – повышенное давление. Сейчас Нина Петровна проходит обследование, чтобы установить точный диагноз и дальнейшее лечение. Диагноз микроинсульт сейчас проверяется, все анализы делаются, все необходимые обследования прохожу для того, чтобы, скажем так, знать полную картину того, что происходит с моим организмом. Два дня назад 77-летнего отца Натальи Савчихиной на скорой увезли в больницу. Диагноз – инсульт. Такая ситуация возникает уже в третий раз. Если раньше удавалось избежать серьезных последствий болезни, то сейчас у мужчины отнялась речь. Наталья рассказывает, вся забота об отце легла на ее плечи. Очень долгое лечение, дорогое лечение, естественно. Медикаменты сейчас делают очень хорошие, но они помогают не сразу, поэтому на плечи родных ложится очень большая забота. Хотелось, конечно, чтобы наши жители, не девочки, заботились о своем здоровье с молодым, не имели вредных привычек и берегли своих родителей. Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Это тяжелое и очень опасное сосудистое поражение центральной нервной системы. Не стоит думать, что инсульт – это удел людей старшего возраста. Сейчас эта болезнь все чаще настигает молодежь, рассказывают врачи. Татьяна Морозова говорит, инсульт – страшное бремя современности. И в Севастополе статистика неутешительная. К сожалению, при инсульте у нас исходы такие. Где-то порядка 37% у нас пока по городу смертность от инсультов в целом. А в мире где-то до 25-30%, то есть у нас, конечно, значительно выше. К сожалению, 20% людей становятся глубокими инвалидами. Татьяна Морозова говорит, инсультом чаще всего болеют люди, входящие в категорию риска. Факторов, влияющих на возникновение недуга, достаточно много. Мужчины болеют инсультом чаще, чем женщины. Это возраст. Люди пожилого возраста болеют чаще, чем молодые. Это национальная предрасположенность. То есть у нас есть люди определенных национальностей, которые болеют инсультом чаще. Люди с сахарным диабетом чаще болеют инсультом. Люди с гипертонической болезнью, с атеросклерозом, с ожирением. Люди курящие, люди злоупотребляющие алкоголем. То есть это все те люди, которые находятся в группе риска по инсульту. Врачи говорят, необходимо следить за своим здоровьем, чтобы не стать жертвой инсульта. Регулярно измерять давление, отказаться от вредных привычек, таких как алкоголь и курение. Следить за весом. При профилактике вероятность возникновения инсульта уменьшается. Но если все же недуг настиг, определить его можно по ряду признаков. Нарушение речи. У больных начинается слабеть, развивается слабость в руке, в ноге, в левой или в правой, не имеет значения. Может появиться онемение в левой или в правой конечности. И может нарушиться походка. То есть больный начинает внезапно, он чувствует, что он не может ровно идти. У него появляется головокружение и резкая шаткость. Появляется походка пьяного. В таких случаях надо срочно вызвать скорую. Специалисты говорят, лучше болезнь предупредить, чем лечить. Поэтому при возможных признаках возникновения инсульта нужно срочно обратиться к врачу. При промедлении последствия могут быть плачевными. Елена Карнохова, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова